с хей ой с вами шумики мы продолжим пройти руку под названием путанная башня это у нас детективчик как вы помните мы уже довольно много исследовали пообщались все же с большинством детектив ну детектив ладно если настоящий так вам поехали куда птичьи схема птиц нарисована вручную красивый и у того кто их нарисовал талант мне не нравится зеркала они крадут уши как тогда когда ты симметрично стрижешь волосы без зеркала а не поймать по всему я чувствую если одна сторона тяжелее другой посмотрите на эту бабочку его водили злобно самопалит политолог эти птички птичьи клетки но птица свобода могут вылететь из них это метафора это конечно вы черная клетка для тех особо вы черных птичек 30 птички в тяжелые вырученные клетки на небольшой рабочий стол что нужно мило хотя кажется кто-то вырвал страницу посередине о какая красота что это не фрит но с оттенком зеленой морской пены давить простите ваши волосы дорогуша какой оттенок вы используете какая прелесть итак такая форма вы действительно выходите за рамки привычного спасибо я делаю все что могу чтобы с глади предупреждаем гримора детектива детектив не следует носить яркий красный окраски мы предпочитаем сливаться с окрестностями ах так вы детектив восхитительно пеннипойтер очень приятно это сокращает отменти так официально да но я никогда не имела никакого желания произносить все четыре слога пенелопа звучит немного престижнее если его произнесет вслух нам не кажется все а конечно купим чуть старше двадцать в воде но обожаю путешествовать и практически все мои друзья это птицы путешествовать куда куда угодно лишь бы там были птицы которые можно изучать это называется ориентеологии я же называю это единственное что у меня есть вы изучали птицы обитающих в вон только конечно где я еще умела могла выяснить какая любовь к этой сфере куда бы я не уезжала я всегда возвращаюсь домой в путанную башню из-за птиц о нет из-за него глупо конечно но я не изменю вдали от него но вы о ком разве вы не знаете о моей женьхе любимом фитце водитель видите ли он гораздо путешествовать путешествовать гораздо путешествовать подожди фитц это который фитц филл фитц филл 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 ммм я не особо интересуюсь с этой неудачным врождем между нашими семьями мы с Фитцом проточитаем вообще этого не касаться я проснулась рано и пошла в теплицу прогадать пицца он всегда там с самого восхода с каждого утра как по часу почему он счастлив всегда и кроме того у него там всегда куча работы поливка плод резко мультичайрование хотя это знаете вы ему помогаете с работой в теплице о нет нет я не пытаюсь я бы наверное что нибудь сломала там итак вы провисли с Фитцом везде нет после полудня он зашел внутрь причем достаточно неожиданно он сказал почему нет наверное получился тепловой удар бедняжка он такой чувствительный знаете ли что вы делали после этого так я вернулась в птичник чтобы покормить своих птиц пташек и сколько у вас птиц за которые вы ухаживаете официально четыре но есть честно такое чувство что их через счет они сами не могут есть конечно могут и часто они так и делают но я думаю им просто нужна компания как и мне показания как-то вечером я покинул птичник и направилась в свою комнату но в коридоре я заметила дядюшку поинтера скатывающегося по лестнице он что-то бормотал себе под нос и видела и и и и и и и и и за и и и и и и и и родилась и посмотреть в комнате флоры из коридора увидели что двери его комнаты несли это я догадалась что произошло что-то ужасное а через мгновение можем посмотрели на распространение тела бедняжки купить девушка пойтер был там и фиц тоже конечно начало как всегда тогда другим побыть на единиц на теле поэтому мы с ним вернулись в нашу комнату в башню пойтеров понимаете в чем суть я могу насчет это все со всеми всеми разговаривать уау давайте тогда я остальное все пособираю потом мы теперь можем попасть в комнату пойми то есть прямо сейчас только его ограничили этим камином горшком на стороне вырезана буква п знаете что самое интересно это по ходу улики которые находил блять и там столько текста ебаный брут так у нас еще три комнаты и одна которая закрыта давайте начнем снизу комната пейдем маленький чайный сервис кажется его нельзя использовать в одной щешке налить чай а что другой птичек корм это кровать как будто из сказки она теплая или это мне так кажется нет и правом может а кровать подогревом это не открывать тепло исходит от стены дорожные чемоданы и все пустые вот это цветок что-то с ним не так кажется как будто ему здесь не место цветок горшке пестрый цветок необычной формы кажется он так здоров и за ним хорошо ухаживать почва в горшке выглядит свежий и влажный она необходимости синего цвета а что если на стройке птички находится на них есть что подожди подожди мне что нужно понять похоже природа зашла без спроса как руба книги пенни основном романы ты никогда не кажется что за тобой наблюдаем манекенов на от этого ником не легче так подожди мне нужно тогда понять порядок да идемте дальше запомнили что здесь есть комната в попе шейки язык но ты же не финансово несколько но даже музыка не назовешь это в рамке должно быть они важны ноты ноты в рамке украшенные изысканными старомодными иллюстрациями для того вида пианино есть отдельное название продавец для тех что они не рояли это свинок нет это не так у этого шесть ног не восемь даже не думай секс депозже стенок различные самодельные плакаты что эти символы значат ничего надеюсь это метроном как следить за временем это кровать для вампира я думаю вампиры спят в гробах но этому вампиру нужен три так твердый матрас поддержка для поясницы что и в ящиках ничего о чем тебе следует знать лампа она точно выключена мрачно но зато сколько места что в штофу в основном платье когда не знала что что бывает столько оттенков черного о как хорошо что здесь есть 7 зажимых сычей а то бы здесь так темно было красная роза одна штука как традиционно странно это матча нам покидаем давайте его следу давайте его следу это бомба она должна текать хотя я не знаю что этим символом значит используйте кнопки чтобы повернуть все четыре доски метронома кружку на вершине чего и 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 в а еще в правильном порядке нужно это сделать Так, типа? Не врубаюсь. Я не понимаю, что ты мне говоришь. Ау, я забыл кнопку нажать. Чёрт. Да, ёлки-палки. У меня получилось, что я выиграл. Понятие, я просто ступанул и забыл кнопку нажать. Что случилось? Сзади открылась небольшая крышка. Что внутри? Фотография. Часть фотографии. Порванная фотография. На порванной фотографии изображена белокурая девочка в розовой одежде. Девочка на фотографии держит ярко-розовый аудиоплеер, расстановившись наушниками подходящего цвета. На другой части фотографии изображены фифи и фрейм. Эта часть была спрятана в комнате фрейм. Кто такая? Так, вот здесь уже начинается интересненько. Обсерватория. Рамка, без картины. Чаще, чем в моем рабочем уставе. Блокнот не тронут. Ни одной записи. Ни одной записи. И даже самый из... ...испощренный запис... ...записами блокнот сначала пустые. Они через биноголи без звезд. Спробую по 12 лету. Они в очень хорошем состоянии. Знаешь, я всегда хотела иметь такую... ...мехонечную солнечную систему. А что с ней делать? Не трогать. Без девушки. Ох, это явно чудеса техники. Красиво. Давай, как минимум, представим сначала. Атамар Таласка уже будет трогать его телескоп. Всего хорошего правила. Ш, послушайте. Вы слышите? Звезды. Они шепчут. Так тихо. И все же. Так громко. И о чем они шепчут? Они распространяют о нас? Я не думаю, что они заботятся о таких незначительных делах. Мы всего лишь пылинки, и вы, и я. Угу. Какое насчет того, чтобы эта пылинка сказала не несколько слов? Вы находите себя в обсерватории профессора Персиева Пойнтера. Хм. Значит, эта башня принадлежит Пойнтерам, а другая башня принадлежит имени Феллум? Хорошо подмечено, и душенька. Как случилось, что путанная башня воплощает в себе своего рода дуальность. Бессмысленные границы на самом деле. Они существуют только в наших головах. Полезно. Обо мне? Ничего сказать. Строго говоря, я являюсь словно семью Пойнтеров. И, конечно же, отцом моей драгоценной Поппи. И профессиональным астрономом. О нет, это всего лишь хобби. То есть, да, я изучаю звезды уже более 35 лет, и опубликую 17 книг. Всего лишь хобби. Похоже, вы достаточно известны. Должно быть, вы хорошо злообрабатываете. О, батюшки, куда там? Моя область исследования никогда не принесла соблюдение финансовой прибыли. Но мне этого не нужно. Я всего лишь смирный истолковый космос. Космосом. Работаю над расшифровкой его сообщений, чтобы потом поделиться им с миром. Круто. Передавайте космосу привет. Я сначала ничего не отличался от любого другого, выживающего ничего не примечательного. Я так обычно прогуливался по садам. На свежем воздухе и голова работала просто прекрасно. Вы когда-нибудь встретили? Пенелефи и Фиттс были в теплице. Я, конечно же, не стал их мешать. Какое-то время я провел на стамейке и придумал в саду. Это мое любимое место. Вся какое-то время я вернулся в башню и все в полде проверил за... Вы вчера использовали телескоп? Естественно, как только начали появляться звезды. И как долго? Не могу сказать. Я часто часами смотрю на телескоп. Видели что-нибудь? Никаких значений открытий, если вы это имеете в виду. Значит, вы были одни в обсерватории. Вы далеко не сразу узнали о том, что случилось с Фрей. Вообще необычно я узнал бы это. Подобно в происшествии последних. Благодаря любопытному считанию обстоятельств, я позже тем вечером оказался в башне Феллоу. Большой час вечера я провел у телескопа. В какой-то момент я вернулся к столу, чтобы поверли кое-что в спор. Я не мог найти нужную книгу, и решил, что ее наверняка одолжил Фионом. Я поделал свою башню и спустился в большой зал. Я заметил детектива Хокшоу, и увидел, что у него был интеливный и слегка разрушенный. То есть, как всегда. Точно. Я пришел мимо нее и поднялся, он полезется в комнату Фионы. Дверь была закрыта, но из-за двери доносил искреки. Я знал голос Фионы, а также голос моей дочери. Я не хотел нарушать их разговоры или подслушивать. Поэтому я дождался пока они не закончили и не выйдут в коридор. Но не успел меня спросить о книге. Феликс и Пенни прибыли в Феликс и Пенни. И затем Фиона спустились с Поппи вниз. Я быстро решил, что мне тоже нужно лучше уйти. Я забрал Пенелопу, и мы обогрались в свои комнаты в башне Панта. Я буду смотреть на это. Я буду смотреть на это. Сколько этой штуковины лет? Чего? Поверни пять планет. Солнце и Луну вокруг центра. И как? Солнце и Луну. Солнце и Луну. Я не шарю. Вот. Поверни пять планет. Вокруг центра. Подожди. Кажется, это неправильно. Я думаю, что нужно просто выстроить тени в одну линию. С фигуркой у основания. А, ты мешаешь эту эту? Нет. Нет. Ставь и Луну. Солнце и Луну. что куда идет решили так но и сами не умерли сейф она бейся сна или эти подожжим закрыть все эти тенями как вариант в принципе как вариант но сон и но не тебе от 1 о'клок и 5 о'клок ну правильно не врубаясь у меня тени как-то нужно представить как я понимаю ну вот это правильно планета что тень правильно стоит так это планета правильно стоит так это правильно стоит вот у водкой должно стоять под низом маленький ключ и что там кучка бумаг кажется честь исследования золотой жук различные заметки и чертежи для исследований это четвертая продолжительная жизнь золотого жука получивший же это название из-за панциря на 90 процентов состоящий из минерала один индиэтичного золотом несколько лет он отгоняет хищников громким шипением более 95 децибелов к тому же он совершенно не превратим и перевариваем этот вместе да и заслуживает так и заслуженно славится неудачи которую он приносит тем кто его увидит обсерватория так нам принципе надо еще встретиться наверху поговорить с последним девчонкой этом шовку подождите солнце луна месяц и свет обекла 100 ваша стеклянная дверь идет в сад кирто образом смотреть механизм короче понял мне нужно запомнить как выглядеть здесь пойти сделать там также типа чтоб открыть двери а давайте поговорим потом начнем с уконтактной рима вернуться позже давайте тогда здесь откроем я думаю так солнышки должны быть тут это кажется что мы продвинулись понятно где последняя дверь открывается но давайте наверное поговорим мы закончим на этом флора феллоу эй здрасте извините что так врываемся что вы еще оскорбите но боюсь нам нужно задать вам парочку вопросов флора вы видели как произошло убийство надо ничего что же делать не знаю скажи так у нее есть право на молчание фона пока ты если хотели нам что сказать флора я вообще ничего о вас не знаю мне кажется ей это нравится мы он просто спрашивает других они хорошо фрея вчера я рисовал вас так вот здесь сам вы заранее с ней планировали это вчера был какой-то особенный день вы говорили с фреей а чем-нибудь пока она рисовала вас она не собирается нам отличить а ага но пока крайне мере мы попробовали флора вы точно были в комнате во время убийства вы же наверняка что-то видели что случилось как по мне она видит себя жутко подозрительно и а может она действительно ничего не знает как это возможно что народ давайте потихоньку тогда я думаю хотя нет ладно мы это это все показания мы пройдемся по ним еще раз а типа уже все ответку хотели не 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 мысль давайте тогда я с вами сразу открою эту дверь обыкла структуру на кинезе сам понятна на спиет она открылась так чтобы не было на другой стороне надеюсь она стоит стоит того давайте тогда я думаю на мы на этом с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока